Третья часть 70 серии стал самым грустным и лучшим эпизодом за все время. Да, да, не поспоришь, вот ни с первым, ни со вторым. Реально самая грустная серия и самая качественная. Здравствуйте, друзья, с вами Декарта. Мы сейчас посмотрим полный разбор прошлых 20 минут практически идет видео. То есть тут, я так понимаю, Армхоф очень много чего нарассказывал. Очень много, наверное, каких-то теорий выдвинул. Мне интересно. Я уверен, что я не все заметил, когда в прошлый раз смотрел недавно это новое видео. Поэтому погнали, ставьте лайк и поехали. И это финал не только 70 серии, но и по сути финал первой фазы сериала. Первый сезон по факту кончился. Главный враг агентов мертв. И сейчас на передний план выдвигаются враги посильнее в лице астротуалетов. Но это все и так понятно, ведь мы тут собрались не для того, чтобы я тут вам говорил то, что вы и так видели и знали. Да, вот какие-то моменты, которые я мог не заметить. Я же смотрел достаточно быстро, хотелось пораньше вложить видео, как бы. Я уверен, что многое я мог пропустить. Вот сейчас вот интересно будет узнать. Поэтому я буду стараться упоминать самое загадочное и интересное, что вы при просмотре могли не заметить. Давай, верим, верим, что сейчас будет интересно. Например, что если и он скажет, что на самом деле Ван Тузмен и Блэк Спикер еще вернутся в сериал. Ну, скажем так, было такое подозрение, потому что все они являются техническими средствами. Техническими средствами, поэтому, в принципе, их можно чинить. Но не знаю, не знаю. Как-то вот именно он же четко вот, да фак, он очень четко сказал в конце Ван Тузмену, ты конкретно, ты не переживешь эту битву. Даже если он каким-то образом воскреснет, он все равно умрет. Предсказание уже было высказано, он уже обречен. Или же, как вам вот этот факт? На самом деле, в этом моменте Ван Тузмен не стал невидимым. И тут замешана другая технология, из-за чего его не заметил скиппетитуалет. Но это еще не самое главное из того, что я заметил для вас. Тут я не знаю, как комментировать. Я вам также отвечу, из-за чего у Димана Титана сомался левый телевизор и почему у комментирования Титана снова не хватает энергии и что с ним происходит. Нет, это я не заметил. Серия очень богата деталями, поэтому обязательно смотрите от начала до самого конца, чтобы ничего важного не пропустить. Больно опять встало на этой сцене, да? И напомню про нашу статистику подписок, ведь больше полных зрителей смотрят время, кто помнял чуть-чуть сцену и добавил кое-какие детали. Напомню, что в конце второй части, вот тут на полу, ничего не было. Однако в начале третьей части здесь можно заметить маленький туалет с яйцом. Это очень прикольно. А, пасхальное яйцо, типа, да? Тролль сливы с этим яйцом ранее. И тогда я думал, что это, ну, до реальности не дойдет. И это просто по приколу. И в сериале мы это не увидим. Однако оказалось, что он решил его добавить как пасхалку и сюда. Я не обратил внимания. Конечно, вряд ли это было сделано как-то, чтобы влияло на сюжет. Однако мне такие штуки очень нравятся. Это как бы пасхальное яйцо, буквально. То есть вот в игре GTA Vice City, например, тоже есть окно, куда ты прыгаешь, там пасхальное яйцо. И там написано, здесь нет пасхальных яиц. А мы двигаемся дальше и замечаем сразу второе несоответствие со второй частью. Тут дверь начинает кто-то стучать. И только потом Вантузмен начинает лететь налево. Хотя в случае версии во второй части такого мы не видели. Когда он доходит до ворот, где находится ученый, внезапно из него выходит скипетит улет. И казалось бы, что все. Сейчас он выстрелит в Вантузмена и темного спикермена. Однако в этот момент ТФБУ делает их обеих невидимых. А может он слепой, у него очки даже вон, как у слепого типа. Но это не совсем так, на самом деле тут намного все сложнее. Ведь если они могли все это время становиться невидимыми, то почему это нам не показывали ранее? По какой причине ТФБУ не использовал эту способность раньше? А все дело в том, что скорее всего Вантузмен и Даркспикер в стандартном нашем понимании не стали невидимыми. Их просто не видел скипетит улет из-за его очков. Ну да, слепой вам мужик реально едет как бы на коляску себе. Со следующей сцене мы видим, что секретный агент имел связь с ученым и всячески созванивался. Это я думаю все заметили. А этот факт может объяснить, почему так быстро у скопите туалетов появились очки еще в 43 серии. Спустя всего лишь 4 серии. После 39, когда впервые ТВМены показали себя в бою. И также это объясняет появление секретного агента в конце 47 серии. Да, помню, помню. К выходу 47, кстати, я вам уже говорил, что странно... Тогда казалось, что это такая эпичная серия. Прям такая, что просто капец. А сейчас смотришь уже... Ну типа после вот этого, что мы недавно видели, конечно. Почему Дэфу Бум так в открытую сразу после убийства идет схоманному агенту на глазах у Джимена? Теперь же все стало на свои места. До третьей части 70 серии секретный агент делал вид, что он за туалетов и всячески помогал ученому, чтобы внедриться в доверие. Хотя на самом деле крал технологии ученого, чтобы разработать тот самый пульт, с которым можно будет открывать и закрывать любой механизм лаборатории и даже внедряться в туалет самого ученого и не дать ему телепортироваться. Но вы спросите, при чем же тут очки, про которые я упоминал в начале? Так вот, по моей теории, Дэфу Бум еще в 43 серии подавил технологии очков с кипятитуалетом, ведь... И знал, что потом они будут красться, и их будет не видно внутри комплекса по какой-то причине. Типа эти очки делают их слепыми для определенных ситуаций. Он и так понимал, что рано или поздно они сами догадаются, как их создать. Однако, очки Дэфу Бума имеют один маленький подвох. Эти очки стирают любого камермена поблизости и создают иллюзию, что перед ними никого нет. Как интересно. Хотя на самом деле, очки просто добавляют в нужных местах нужные пиксели и дорисовывают их так, что с кипятитуалет думает, там ничего нет. Надул, короче. Надул четко с кипятитуалет. Надул четко с кипятитуалет. Ведь если тебя уже видят, то система отменяет эту защиту. И тебя уже все видят. И даже те, кто в солнечных очках. Ведь какой смысл оставлять эту защиту, если хотя бы один туалет тебя уже заметил. Так что секретный агент именно из-за этого данную технологию начал использовать только 68 серии, чтобы ученый не успел создать новые очки или устройства против невидимости. Кстати, саму технологию то включил один из зеленых каммерменов, которого мы видим за углом. Даже Джимена, Джимена, наверное, обогнал по хитрожопости из оригинального Half-Life. Поняли позже, это помощники секретного агента. Да, да, уже знаю. В их числе даже есть убитые агенты. Один из них, например, это красный каммермен. Но про это в конце видео расскажу поподробнее. То есть, короче, он выжил после этого, отряхнулся, такой, ой, что-то плечико побаливает, к доктору схожу и буду дальше шерстить. Очень интересная тема. Надо фугу. Ну, знаете, как вообще да фугу мы их создают и видят ли их все или только вантузмен? И сможет ли да фуг таким способом оживить и вантузмена или даркспикера? Ну, было бы неплохо. Чтобы те хотя бы в таком виде появлялись в путающих сериях. Было бы очень неплохо. А сейчас я хотел бы поговорить про другое. Прям, знаете, мне сложно поверить, что вот прям вообще не увидим больше вантузмена нигде. Но он именно характером своим заполнился, своей бесстрашной харизмой, перед самим боем с ученым можно услышать разговор секретного агента, адресованного ученому. Вот, сами послушайте. Это было глупо. Мой маленький друг тебя убьет. Думаю, мне это уже не интересно. Прощай. По этому разговору можно понять, что секретный агент однозначно поставил точку между отношениями... В общем, не друзья. Явно, явно не дружеская беседа была. Под маленьким другом он кого имел в виду, интересно? Вот в красном который или который вантузмен? По факту, его, наверное, убил, конечно, спикермен, получается. Маленький друг его сложно назвать. Он там хорошо, да? Сказал свое истинное лицо туалетом. Явно друг, но не маленький. Ведь долгое время, особенно до выхода до 67 серии, у людей не было полного представления, кому и за что помогает секретный агент, так как не хватало данных. И теперь все уже стало на свои места. Сам бой начался очень эпично. Да, да, это правда. Очень умело уворачивались от ударов, а устройство очень сильно помогало им, чтобы не дать шанс ученому убежать. Мне особенно понравилось как эпично орать. Даже в моменте он не смог телепортироваться из-за этого. Кстати, как оказалось, у него телепорт встроен в сам туалет, в отличие от тивеменов. Ведь их телепорт натуральный. Наверное, именно поэтому в бою с Тивменом Титанов 67 серии он и не успел нажать на кнопку и убежать вместе со своим фейк роботом. И пришлось ему вылезти и убежать. А дальше ему должен сделать мощный выстрел по вантузмену, который, судя по всему, и стал для него критическим в конце. Хотя на самом деле тут не из-за выстрела, но мы до этого еще дойдем. Так вот, для спикер-менеджа этот удар стал слишком критичным, ведь он и так был уже разделен на две части, и поэтому он, как мы уже знаем, не переживет этот удар. То есть, если не из-за выстрела, то из-за чего, типа? Типа, может быть, Дафукбум отдал ему вот этот пульт, и в этом пульте какие-то разрушающие импульсы были для его внутренней начинки технической. То, конечно же, очень грустно осознавать. Так как за такой короткий период времени всем зрителям этот персонаж успел силить веса. На пополам, блин, разрубил вообще ужас. Но давайте пока не будем о грустном, ведь вскоре пришел отряд спасателей во главе с большим Тивименом. И в этом моменте мы замечаем впервые новую способность Тивимена. Что это сейчас было? А, возможно, и только этого определенного Тивимена. Он каким-то образом смог выставить как бы заглушил дым телепорта себе в экран, прямо как пылесос. И за счет этого ученому не удалось телепортироваться. Это очень крутая способность. И за счет этого агентам снова удалось помешать ученому убежать. Вот что он сделал. Нифигаси. Я понял. Я-то думал, что это ученый как-то ему телевизор сломал. А это, оказывается, телевизор сломал способность ученого на телепорт. Господи, как все сложно-то. I will demolish you, что привык, как я тебя снесу. В принципе, это у него и получилось. И после того, как он включил белый в свет, как бы, ученый хорошенько полетел в стену. Однако, тот, в свою очередь, не затерялся и решил взять ситуацию в свои руки. Поэтому открыл пол, чтобы прыгнуть в свою фейк-версию. Это, можно сказать, другая версия его прототипа из 67 серии. И эта версия имеет 4 огромные лазеры, как он в нее запрыгивал, залазил там, я не знаю, вот это вот интересно. Очень мощно выстреливают аж так, что даже закрытая дверь не спасла агента под них. И хорошо, что большой Тиммен сказал своим агентам fallback now, то есть идите назад. Он догадался. Сейчас. А то, возможно, в противном случае, они бы не выжили. Ну да, это точно. Им повезло еще и с тем, что Тиммен вместе с большим комарменом с лазерной пушки из первой части смятой серии успели подойти сзади двери и сделать дырку со стороны спины ученого, чтобы туда зашли все три вумана. Вот в этом моменте хорошо видно, что внутри фейк-ученого находится целая комната с экранами. Ну-ка, 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 получится ее как-то? Ну да, какие-то экранчики, я согласен. Самого мелкого ученого я там не вижу, если честно. Находится целая комната с экранами. Интересно. Тиммен спикерумен и коммервумен успешно зашли в ученого, когда тот стрелял в лазеремы. Но тут есть одна плохая новость. Большой коммермен с лазерной пушкой, к сожалению, не выжил из-за этого, когда пытался улететь. Про него, кстати, мало кто упоминает. Я, да, кстати, я как-то вообще тоже, ну, знаете, столько всего происходит. Я увидел, что он, типа, упал там. Он так же сделал многое, чтобы... А потом тут же следующее событие и ты забываешь. Так что давайте поставим лайк, если вам жалко этого большого коммерна. Да все жалко. Конечно, непонятно, он умер или может еще вернуться. У него светится, по крайней мере, в башке там это... Однако, судя по кадрам, он все-таки, скорее всего, умер. Не знаю, напишите в комментариях ваше мнение. Да еще могут и спросить. Ученый же в этот момент начинает орать на весь голос. И я сначала, кстати, не понял из-за чего. Да, это классный момент. Но потом оказалось, что вумены смогли дойти до него и очень сильно покалечили. После того... Не, я сразу понял из-за чего, но я не думал, что из этого большого вылетит вот этот маленький и на нем будет там спикер вумен там прыгать. Спешно избавился от них. Он уже начал радоваться, что смог убежать от вуменов и даже попробовал убежать и поэтому открыл крышу. Ну, а там раз... Там его ждает аж три титана. Сюрприз. Для начала его начал жарить с помощью ядра Камарамэн Титан. Да, это было красиво. Потом взялся за дело и Тиви Титан, который успешно его сжал в руках. А в самом конце, конечно же, Спикер Мэн Титан Каждому по чуть-чуть. Добил его без шанса выжить. И этот момент для меня уже одна из самых моих лучших моментов и легендарных, я бы сказал. Ну да. Я уверен, что мы про этот момент будем вспоминать очень много раз. Так как Тиви Титан и Камарамэн Титан даже чуть-чуть в шоке от жестокости Спикер Мэн Титана. Там уже бить нечего. Ведь Спикер Мэн Титан из-за ученого долгое время был заражен и убивал из-за этого много своих друзей. Ну да. Так что это правильно, что именно он убил ученого. Тем самым он злой на него. Наказал его за все то, что он сделал. У него реально, у него больше всего причин ненавидеть эту старую сволочь. Я понимаю, да? Титана, то есть против него. Кстати, по фону Титанов мы можем заметить, что наконец-то серии сменяются в более светлые тона. Они ночные, так как облака оказываются красивые желтые титаны. Всю ночь там сражались. Но тут еще одна интересная деталь. У Тиви Мэна Титана можно заметить один сломанный телевизор, а у Камар Мэна Титана можно заметить, что линза чуть-чуть сливает, а также у него снова не хватает энергии для его джетпака, так как они не светятся, как вы могли заметить. Но это еще не все. То же самое происходит и с Пикер Мэном Титаном. Если вы обратите внимание, то у него пушки мигают. И с учетом того, что все Титаны имеют повреждения или нехватку энергии, значит у них была битва между первой и третьей частью 70-й серии, которую мы не видели. И могут показать ее в следующий раз. Мне кажется, эту сцену с битвой нам дофу-бом покажут в фулл-версии 70-й серии или же в 23-м сезоне в виде дополнительной сцены. Понятно. Но это, конечно, мои догадки, поэтому пишите ваше мнение в комментариях. Как вы думаете, кто бы мог повредить и истощить Титанов? Дальше у нас перед глазами появляются... Ну, наверное, астроски-видисты какие-то что приводит в как просто царапина. Но мы видим, что это сложно назвать просто царапиной. Мало того, что у него две колонки сломались... Чисточелек такой с отверткой в голове стоит. Просто царапина. Ну, вообще нормально. Все нормально. Это я всегда так делал. Я не... Это не страшно. Я одна еще и горит до сих пор, так еще и экран у него сломанный. Однако, я думаю, его можно, в принципе, починить, судясь его слов... Я не понимаю просто, вот это у него же что-то торчит, да, в экране, типа, или как, вот эта вот штука. И вот здесь вот просто как будто искрится, тут непонятно. А вот здесь вот как будто что-то вот торчит. Это не критичные повреждения для него, в отличие от темного спикермена. К сожалению, темный спикермен не выжил. И сразу после этого мы внезапно видим красного камермена, который, я вам напомню, что умер в конце второй части. Ну, он как бы, видимо, не умер, потому что у него даже искры с того же плеча идут. Как раз левое плечо и было повреждено, насколько я помню, когда он тут валялся. А чуть дальше мы видим камермена в блинецов, которые умерли в первой части 70-й серии. И тут, наверное, у вас появится вопрос. Если это все дело рук Тэфу Гума, и, скорее всего, вследствие того, что он залез в голову в антузмена, так как до помех никаких призраков мы не видели, то как же понять сцену в лифте во второй части 70-й серии? Ведь там, я вам напомню, что мы тоже видели блинецов. Однако в том случае никаких помех первый раз вижу, я вообще не знал про это. Надписи, ошибки, записи, у фонтузмена не было. Так что это получается? Это голограммы и просто иллюзия? Или они в реальности существуют? Сейчас давайте напишу на экране фразы фразы секретного агента. И также посмотрим внимательно на саму локацию, где он находится. И все, встанет на свои места. Во-первых, мы можем заметить, что он говорит о более крупном враге. Естественно, походу, он не будет читать, надо самому... Хорошая работа, спасибо. Благодаря тебе ученый поджарен. Однако больший... Подождите, он говорил не A Bigger Friend, он говорил A Thread. Большая угроза. Поэтому что-то должно оставаться в секрете. A Bigger Friend про астроскебедиста он точно не говорил, я помню как бы. Поэтому что-то должно оставаться в секрете. Нет никаких сомнений и доказательствах этого. Кроме одного. В этой битве ты не выживешь, Вантузмен. Естественно, имея в виду астротуалетов. Но он показывает, судя по его шлему, именно НЛО астротуалета, а не того, которого мы увидели в первой части 70-й серии. Так что, как мы понимаем, этот НЛО туалет не обычный астротуалет и представляет собой что-то важное, нежели просто обычного астротуалета. Что за дискету, кстати, он ему передал, я как-то не обращал внимания. Потом он говорит, In this battle you should not survive Plungerman, что приводит, как в этом баттле ты не должен или тебе не следует выжить, Plungerman. И ты не выживешь, точнее вот так как-то. И только после этого Вантузмен начинает искриться, что означает, что он умер не из-за битвы и повредит... Ну так, как будто он его... Я поэтому написал в названии видео, когда я делал реакцию Злой Дафукбум, потому что он его как будто убил просто. Ну типа специально. А из-за секретного агента. По моей теории, он это сделал, чтобы он был в виде призрака, как красный камормен. Но казалось бы, при чем тут красный? Сейчас расскажу. По моему мнению, из-за этого секрета, про который он говорил в своем тексте, он готов убить физически любого агента, чтобы не испалиться. Но это не означает, что Вантузмен или любой другой камормен полностью исчезает после смерти. Судя по всему, некоторые агенты становятся призраками. И имея в виду призраков, я не имею в прямом смысле призраки. Ну да, потому что какая-то мистика, она тут как бы не особо. Они как бы просто в какой-то режим, видимо, входят, когда они, наверное, не видны для остальных. Вот как было вот со Скибеди туалетом в начале, вот когда мимо него невидимыми прошли Сталина. Дело в том, что по сути все камормены это роботы, подключенные к одному серверу, а именно к компьютеру Дефу Бума, который мы видим у него на столе. Шикарный комп у него, конечно, просто вот. Вот именно такой должен быть монитор у Повелителя Вселенной. А судя по головам всех раз, это он, их создатель. Так что, если он может залазить в голову любого агента, то ему и не сложно будет скопировать память любого агента и сделать их кодом, как в игре, и сохранить папочки у себя в компьютере в виде голограммы или программы. Грубо говоря, хоть и Вантузмена с нами физически нет, однако я уверен, что Дефуг сохранит его код, как он это сделал для красного камормена или для бизнесов, проекции, которых мы видели от лица Вантузмена. И я думаю, именно про этот секрет Дефуг Бум и имел в виду в своем диалоге с Вантузменом. Короче, никто не должен знать, что он вот такие вот кульбиты, что он такой умный программист, да, что он вот такие вот проворачивая. Чтобы никто не знал о существовании жизни после смерти, ведь в таком случае они вряд ли будут мотивированы воевать, ведь зная, что ты все равно будешь жить или тебя все равно можно будет оживить и внедрить в новое тело, и тебя смогут в любой момент вернуть в жизнь, как бы говоря, да, то какой смысл вообще выживать и работать, как бы, да? Получается, все, кто контактировал с секретным агентом на данный момент физически мертвы. Как мы знаем, красный тоже контактировал с Дефугомом, а в случае Вантузмена пришлось добить, так как он видел, что Дефуг общался с ученым и он единственный свидетель этого, так как темный спикермен умер, и Вантузмен, кроме этого, еще и много чего видел. Хоть это Дефуг сделал с хорошей побуждением, скорее всего, но все равно агентам бы не понравился данный факт, что их головная команда следующий и создатель общался с ученым и передавал технологии, в том числе и книгу Тиви Мэнов, про которую, кстати, я хочу поговорить в следующем моем большом разборе. Вот это будет интересно. Че ж это за книжки-то эти дурацкие-то? Так что очень советую подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. А что касается Близнец... Это вот мой большой пробел в скибидеобразовании. Я на эти книги сколько смотрел, я до сих пор ничего там вообще рассказано. Которых Вантузмен видел даже без помощи помех до Фугбума, наверное, это из-за того, что он особенный, такой же, как и красный камормен, который вот круто имеет связь с Дефугбумом. Или же потому, что их смерть и то, что он не смог их защитить от Майкла Джексона, на него сильно повлияло. Про это я уже говорил. Я просто представлю, что со стороны вот человек какой-то займет, который в предыдущей серии не видел, и люди обсуждают какие-то туалеты защитить от Майкла Джексона призраки. Вот у человека бы в головах взорвалась, прикиньте. Покажите, как говорится, своей бабушке эту серию, этот разбор внезапно так вот. Что будет, интересно? Когда увидел, что Вантузмен начал искриться, не понял, что происходит, ведь минуты ранее было все нормально. Он даже приблизился чутка, чтобы понять, что происходит. Однако, к сожалению, это был последний лайк Вантузмена, который видел камормен. Ну, этот момент, кстати, вот он классно был срежиссирован, вот с лайком, со всеми делами, вот с этим вот Титаном-камераменом, который так смотрит. Еще же, я же помню, они же были друзьями, он его еще перевозил в 50-й, по-моему, серии, на себе там его таскал, 51-й точнее. Как мы помним, еще с 51-й. Блин, да! Вот, собственно, ну, все сразу вспомнили, я еще тогда этот момент вспомнил. Они же вместе дружили, да. И грустно, что все так случилось, и мы больше не увидим их в дуо. Поставь лайк, если тоже стало грустно в этот момент. Да я думаю, всем стало грустно, типа, серия, вот эта сцена, она действительно сделана была хорошо, вот она прям сделана была хорошо. Отлично. Мой прямой эфир, моя первая реакция, это просто, конечно, жесть. Кстати, в момент, когда Вантузмен прощался с темным спикерменом, то есть Дарк спикермен, да, я вспомнил 66-ю серию, и это, скорее всего, отсылка на него. В любом случае... Вот это, кстати, я не вспомнил, да, что они здоровались уже. Хотя бы хорошо, что они помирились, и Вантузмен дал свою руку, так как, как вы помните... Потому что они же поссорились тогда из-за тяжелого решения, которое спикермен принял. Второй части 70-й серии, Вантузмен даже не принял помощь Дарк спикера. Ну, и как вы поняли... Это я тоже забыл, да. Вантузмен не совсем умер в нормальном понимании, и он может еще вернуться. И, если честно, это моя теория про призраков у меня очень обширная и с большими доказательствами. Не знаю. Так что подробнее я про него вам расскажу в следующем большом разборе. Буду надеяться, буду надеяться. В общем, кликайте сюда теперь, ребята, мы на этом заканчиваем. Вот такой вот разбор. Эпичная серия, нельзя было не посмотреть его подробный разбор, разобраться во всем, вы сами понимаете, таких серий еще не было. Поэтому, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк и переходите вот сюда. Увидимся здесь. Всем счастливой удачи. Пока. Увидимся вот тут.